Междуусобицы на Руси были делом частым. Практически всегда смерть великого князя киевского приводила к борьбе за власть между его сыновьями, что становилось причиной, так сказать, резкого снижения княжеского генофонда. Не стало исключением и смерть Владимира Великого, который оставил после себя кучу претендентов на престол, но только один из них в итоге умер от старости, а не от рук своего брата или посланных им убийц. Уже хотите знать, что там за «Игра престолов» происходила на Руси тысячи лет назад? Сейчас расскажу, а вы не переключайте. Меня зовут Семен, канал Мегашоу ТВ. Начинаем! Предыстория конфликта. Светополк, окаянный главный претендент на киевский престол. Чтобы точнее и лучше понимать, как конкретно разгорелся весь цирбор, я хочу подробно рассказать о главных представителях противоборствующих сторон. Если про Ярослава Мудрого, который в итоге и занял престол, я расскажу позже, то сейчас я хочу познакомить вас с историей его брата и главного врага, святополка Окаянного. Почему окаянный, узнаете позже. История происхождения святополка крайне туманна. Точно известно, кто его мать. Наложница-гречанка, жена сына князя Святослава, Ярополка, который какое-то время правил в Киеве на правах старшего брата. Но потом, в очередной междоусобной войне, Ярополка убил его брат Владимир, который в будущем станет великим. И наложницу он забрал себе. Кто-то говорит, что эта гречанка родила святополка от Владимира. Кто-то, что она уже была беременна, когда Владимир убил брата и завоевал Киев, взяв его жену в плен. Но как бы то ни было, святополка Владимир признавал за родного сына и выделил ему, как полагается, свою вотчину. С другой стороны, есть также немало источников, в которых версия о наложнице-гречанке не упоминается вовсе, что дает поводы сомневаться в этой версии происхождения святополка. Есть и третья версия, которая, если и не доказывает версию гречанки и того, что она уже была беременна перед тем, как Владимир взял ее в плен, то как минимум говорит о том, что сам Владимир предполагал что-то эдагое. Короче, древнерусская Санта-Барбара какая-то. Как бы то ни было, происхождение святополка крайне туманное и вызывает кучу вопросов у историков. Но основные версии я вам рассказал. Чтобы знали, что это за фрукт такой и почему он, учитывая, что слухи о его происхождении от Ярополка ходили при его жизни, поступил в будущем так, как поступил. Примерно в 1013-14 годах святополк заключил для себя важный союз. Женился на дочери будущего короля Польши, Болеслава Храброго. В дальнейшем тесть святополка окажет ему ощутимую помощь в его войне за Киевский престол. Учитывая такую поддержку, а также слухи о том, что Владимир не был отцом святополка, а некоторые историки считают, что и сам святополк не считал Владимира своим отцом, святополк под конец правления великого князя киевского решил организовать против него заговор, но он был полностью раскрыт. Он, его жена и ближайшие помощники в заговоре оказались в тюрьме. Примечательно, что примерно в это время против отца восстал и Ярослав, который княжен в Новгороде. Он был далеко не первым претендентом на Киевский престол и решил оспорить вопрос о престонаследии, но об этом, как говорится, немного позже. 15 июля 1015 года Владимир Великий скончался. Из всех его сыновей в столице был только святополк, который после смерти отца вышел на свободу и, пользуясь поддержкой бояр, без особых затруднений вступил на престол. В качестве великого князя святополк даже успел выпустить монеты с собственным изображением, что тогда считалось признаком лишь законного властителя. Таким образом, святополк заявлял свои права на престол. Но кроме святополка у Владимира Великого было еще 4 сына, которые имели серьезные шансы на занятие престола. Борис, Глеб, Святослав и Ярослав. И вот, чтобы устранить конкурентов, святополк решился на то, за что его позже назовут окаянным. Он решился на убийство всех своих братьев, чтобы уничтожить всех возможных претендентов на престол. В итоге, из пяти претендентов на Киев остались только двое. Сам святополк и, конечно же, Ярослав. Борис был убит наемниками-варягами по приказу святополка. Глеба он именем отца призвал в Киев, и пока тот ехал в столицу, подослал ему убийц. Святослав пытался бежать в Венгрию, но убийцы святополка настигли и его. Понятно, что после этого в глазах большинства русов святополк был чуть ли не воплощением зла во плоти и законно получил кличку Окаянный. Правда, как и в истории про его происхождение, история про то, как святополк убил своих братьев, имеет несколько версий, часть из которых говорят о том, что святополк никого не убивал. Некоторые исследователи считают, что Бориса, который был фаворитом Владимира, убил на самом деле Ярослав. А остальных братьев святополк либо не трогал вообще, либо они хотели пойти на него с войной, и он, по сути, защищался. Короче, версий много, но о них стоит упомянуть. Как бы то ни было, после убийства Бориса, Глеба и Святослава началась настоящая война между святополком и Ярославом. Ярослав мудрый, который восстал против отца. Если с тем, что Ярослав точно сын Владимира, у историков вопросов не возникает, то вот дата его рождения та еще головная боль для всех исследующих биографий великого князя. Он то родился в 978 году или 979, то в 98, то вообще в 998. Считается, что он все-таки родился примерно в 986 году нашей эры, а возраст свой завысил, чтобы быть в исторических книгах старше святополка и таким образом как бы иметь больше прав на престол, который он в итоге и занял. Короче, интрига на интриге и интригой погоняет. Как бы то ни было, своего сына Владимир очень быстро определил во княжение и выдал ему в отчиму город Ростов, которым он в силу своего малого возраста управлять не мог. Впрочем, кроме этого факта о правлении Ярослава Ростой по сути и сказать нечего. Не осталось и не сохранилось никаких достоверных источников, которые бы говорили о том, что Ярослав рос в Ростове и что с ним там происходило. Правил в Ростове, или точнее не мешал править опекунам Ярослав до взрослого возраста. Примерно в 1010 году в Новгороде, который был одним из главных городов Руси, умер сын Владимира Вышеслав. И именно Ярослав стал его преемником, пойдя, так сказать, на повышение. Ведь новгородское княжение по статусности уступало только княжению киевскому. Ярослав должен был не только управлять городом, но платить также ежегодную дань Киеву, как столице Руси. Но в 1014 году Ярослав вдруг отказался платить дань и, по сути, начал таким образом бунт. Считается, что на это его сподвигло две причины. Первая – это арест Святополка, о котором я уже говорил. Святополк был старшим и живым из сыновей Владимира и, по идее, был главным претендентом на престол. Но в то же время Владимир то ли из-за сомнительного происхождения Святополка, то ли из-за иных причин приблизил к себе одного из своих младших сыновей – Бориса, который был младше Ярослава. Таким образом, как считали тогда многие бояре, князья и сам Ярослав, Владимир дает понять, что видит своим наследником именно Бориса. Это и вызвало злостью Ярослава, который после заключения Святополка надеялся сам сесть на Киевский престол. Ярослав решил выступить против отца. Он надел варягов, в то время как Владимир, узнавший о восстании сына, сам начал собирать армию. Но внезапно в Русь вторглись печенеги, и собранное войско Владимир отправил против кочевников во главе со своим сыном Борисом. В то же время варяги начали творить беспредел в Новгороде, насилуя женщин. В результате новгородцы восстали и перебили всех варягов за ночь. Ярослав призвал себе представителей знати, которые участвовали в мятеже, пообещав их не трогать, но в итоге перебил всех до последнего. Но узнав о смерти отца и о том, что Святополк занял трон, Ярослав быстро помирился с новгородцами и снова, заручившись их поддержкой, вступил в войну за престол. Междуусобица 1015-1019 года Хотя исторически принято считать, что Междуусобица на Руси началась в 1015 году, когда были убитые сыновья Владимира Глеб, Борис и Святослав, Активные боевые действия начались только в 1016 году. Ярослав, вернув себе поддержку новгородцев, а также наняв новые отряды варягов, не такие, так сказать, безбашенные, как раньше, сумел собрать войско количеством в 3000 и пошел войной на Святополка, который сидел в Киеве. Тот же, чтобы дать отпор брату, заручился помощью у печенегов, которые только недавно грабили Русь и были выгнаны за границы государства Борисом. Два войска встретились в конце лета 1016 года на разных берегах реки Днепр, недалеко от города Любич. И так и стояли друг напротив друга три месяца, не рискуя форсировать реку. Первыми, кто все-таки решился на это, были новгородцы, которые и одержали победу. В итоге после победы Ярослав стал великим князем киевским, наградил новгородцев материально и, наконец, осуществил свою мечту. Но его брат Святополк остался в живых и не думал сдаваться. Он снова обратился за помощью к печенегам. Те не подкачали и согласились помочь. В 1017 году Киев в очередной раз оказался осажден печенегами, которыми руководил Святополк. Но в этой битве Ярослав показал себя, если не мудрым, то как минимум хитрым, так как город был хорошо подготовлен к осаде и имел на подступах к своим стенам множество ловушек, в которых погибла немалая часть всех печенегов, которые осаждали город. В итоге, хотя печенеги и проникли в сам Киев, их оттуда выбили, а сам Святополк уже во второй раз подряд был вынужден бежать, не сонно хлебавши. Но он оказался крепким орешком и не собирался так легко отпускать престол, который, по идее, принадлежал ему по закону. В 2018 году Святополк заручился помощью своего тестя Болеслава, который собрал солидное войско и возглавил его в походе на Киев. Ярослав решил не отсиживаться в столице и собрал свою дружину и двинул ее навстречу войску Болеслава. Сражение произошло у реки Буг. В этот раз Ярослав потерпел сокрушительное поражение и был выбит из Киева. Святополк торжественно вошел в город. Но армия поляков, которая тоже была расквартирована в Киеве, своим чвенливым и надменным поведением, начало вызывать резкое недовольство у киевских горожан. Скоро в городе стали регулярно находить трупы поляков, а Киев оказался на грани антипольского бунта. Болеславу пришлось покинуть город, забрав у Святополка награду за помощь в виде земель, которые еще когда-то завоевал Владимир Великий. В то же время Ярослав, полностью разбитый, бежал в Новгород, а оттуда намеревался бежать и в Швецию. Но новгородцы, опасавшиеся мести городу со стороны Святополка, уговорили князя остаться и дать новый бой. В 2019 году было собрано новое войско, во главе которого стоял Ярослав. Что интересно, Святополк оказался совершенно не готовым к такому повороту событий и без боя сдал Киев, бежав к печенегам. Последние снова согласились помочь окаянному. В том же году состоялась решающая финальная битва между Ярославом и Святополком на реке Альта. Древние летописи не сохранили никаких подробностей этой битвы, кроме того, что она предположительно произошла на месте убийства Бориса. Длилась весь день и была крайне ожесточенной. В итоге Святополк бежал и вскоре умер от болезни. А Ярослав таким образом окончательно занял Киевский престол. Вот не знаю, как у вас, но у меня ни один, ни второй брат как-то не вызвали симпатий. Святополк, то понятно, но и Ярослав тоже далеко не красавчик. И, возможно, брата убил, и новгородских бояр подло перерезал. Короче, тот еще тип, так сказать. Вообще, эта история с братьями мне напомнила фильм «Горец». В конце должен остаться только один. Ох, времена унравы. Что думаешь по этому поводу ты? Пиши свои мысли в комментариях, а также не забудь поставить лайк, если ролик понравился. И советую переместиться во времени и посмотреть видео про другую «Игру престолов». Как боролись за власть после смерти другого диктатора, товарища Сталина. И увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока, господа.